Взвесь в аквариуме частая проблема и от вас неоднократно поступал вопрос о том, как же с ней бороться, как от нее избавиться. В этом коротком видео покажу, что я сам лично делаю, когда сталкиваюсь с такой проблемой, то есть когда сталкиваюсь с взвесью. Сейчас у меня появился такой аквариум, то есть живой пример. Давайте работать! Этот аквариум используется как накопитель для лишних растений и улиток, иногда в данном случае сейчас для передежки мальков. Как только тут появились малыши анциструсов, появилась взвесь. А все потому, что теперь не весь доедается корм, а отходов от этих малышей стало очень много. Плюс к этому некоторые растения не в хорошем состоянии, естественно теряют листья. Эти листья разлагаются, что опять же приводит к взвесе. В этом аквариуме всегда был грунт немного заилиный, но молодые сомики непоседливые вечно в движении и естественно со дна поднимается весь мусор, который служил своего рода естественным удобрением. Вот такие причины появления мути конкретно в этом аквариуме. У каждого из вас возможно совсем другие причины, но это не так важно, важно другое. Я хотел бы, чтобы вы понимали разницу между взвесью, как в этом аквариуме, или как мы еще говорим муть в аквариуме, и биологической вспышкой, вспышкой бактериальной. Посмотрите внимательно на это фото, разница явно видна. Вода белесая, как будто с дымком. Есть еще такая штука, как цветение воды. Чаще всего тому виной хлореллы и эвгленны. Попросту говоря, это водоросли, если не вдаваться в подробности. Но в этом видео мы не будем говорить о цветении воды, о бактериальной вспышке. Давайте поскорее избавимся от взвеси. Хватит теории, приступаем к практике. И первое, что я сделаю, это подмена воды. Естественно, подмену воды я буду делать с помощью сифона. Просто слить часть воды или вычерпать. Идея самая бестолковая, так как весь основной мусор находится на дне, а сифон как раз убирает со дна большую часть мусора. Ни в коем случае не нужно полностью сливать воду и заливать новую. Я знаю точно, что некоторые начинающие аквариумисты так делают. Замена воды нарушает все биологические процессы. Нарушается устоявшийся азотный цикл. И аквариуму грозят пики вредных аммиачных соединений. Что может пагубно повлиять на аквариумных обитателей. Именно поэтому подмену воды делают примерно 15-20% от общего объема. И лишь в редких случаях допускается подмена воды до 50%. Воду подменили, залили свежую, отстоявшуюся. Кстати говоря, сейчас далеко не все отстаивают воду. Дело в том, что раньше в котельных, откуда поступает вода в дома, для очистки использовали хлор. Сейчас такую технологию практически не используют. Поэтому многие заливают прямо из-под крана воду в аквариум. Если вы так делаете, обратите внимание на температуру воды, чтобы не было резких скачков. А для того, чтобы себя хоть как-то обезопасить, можно использовать специальные жидкости для подготовки воды. Помимо того, что они убирают хлор и металлы, они обогащены витаминами. И благотворно влияют на здоровье аквариумных обитателей. Теперь давайте поработаем с фильтром. Естественно, у некоторых из вас большие аквариумы. И вы, скорее всего, используете внешний фильтр, а то и не один. Кто-то использует протоку или вовсе так называемый самп. Смысл в том, что нам нужно установить мелкопористую губку, ну или синтепон. Она, естественно, забьется быстро, уменьшится поток. Но я устанавливаю ее на время. А после очистки аквариума верну все как было. В этом аквариуме стоит вот такой несуразный маленький внутренний фильтр. На него я даже не буду искать подходящую губку, а вырежу необходимый размер из мочалки, которую используют для мытья посуды. Посмотрите, какая тут мелкопористая губка. Для того, чтобы вода стала идеально прозрачной, рекомендую добавить кондиционер от производителя Нилпа, который называется «Кристальная вода». Можно, конечно, использовать других производителей, например, у Тетра, у нее есть «Кристалл Уатер». Но эффект одинаковый, а разница в цене существенная. Если быть более точным, то 100 мл от компании Нилпа стоит примерно 180 рублей, а у компании Тетра за такой же объем нужно уже выложить 320 рублей. Но это не вся разница между Нилпой, разница и в дозировке. В инструкции Тетра написано, что на каждые 10 литров воды необходимо вливать 5 мл средства. У Нилпа 2 мл на 40 литров. То есть на 50-литровый аквариум потребуется влить 25 мл Тетры или, ну пусть, 2,5 мл Нилпа. Давайте переведем все это в деньги, чтобы было понятно, в чем выгода. 180 рублей делим на 100 мл. Получается, что 1 мл Нилпы стоит 1,80 рубля, а Тетровский «Кристалл Уатер» 3,20 рубля. Умножаем на нужную дозировку, то есть 1,80 рубля на 2,5 мл. Получается, что на 50-литровый аквариум мы потратили 4,5 рубля, если пользуемся Нилпа. Или 80 рублей, если пользуемся Тетровским «Кристалл Уатер». Вот такая математика. Как вообще работают эти жидкости? Кондиционер связывает взвесь в аквариуме, и после этого часть удаляется через фильтр, а часть опускается на дно, после чего легко удаляется с помощью сифона. Но, как показывает практика, зачастую и сифонить не нужно. Ну что, вливаем и ждем пару часов. Стоит обратить внимание, что кондиционеры для кристальной воды противопоказаны к применению в аквариумах с креветками и улитками, в общем, с беспозвоночными. Поэтому я улиток пересадил. Однако сорные улитки, сколько не применяя это средство, живут без проблем. Итак, прошло 2,5 часа. Давайте посмотрим, как выглядит аквариум и сравним, как было и как стало. Субтитры сделал DimaTorzok Разница значительная, взвеси нет, вода идеально прозрачная, красота. Давайте достанем губку и посмотрим, как она выглядит сейчас. Вот что значит мелкопористая губка вбрала в себя весь мусор. Ее теперь можно промыть хорошенечко и оставить на следующий подобный случай. А у меня на этом все. Задавайте еще вопросы по кури-мистике. По возможности я постараюсь сделать видео-ответы. Жду вас на своей страничке, развлекательно-познавательной страничке в Инстаграм. Ну и все. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...